Добрый день, уважаемые зрители! Народный сход против разработки хребта Эрендек, один из хребтов Уральских гор. Очень много людей пришло. Судя по всему, Башкирское Зауралье становится центром протестного движения в Республике Башкортостан. В минувшую субботу, 20 мая, в селе Тимясово состоялся тот самый сход граждан, который так пугал власти Республики и власти района. Сход был посвящен протесту местного населения против варварской золотодобычи и вообще добычи полезных ископаемых на хребте Эрендек. В соответствии с получением обращения инициативной группы жителей Тимясовского сельского поселения, в количестве 21 человек, сегодня проводится обсуждение вопросов экологии и метропользования. Явка на этот сход была действительно феноменально высокой. В небольшом селе Тимясово, в отличие от крупных городов Республики Башкортостан, смогли собраться по разным оценкам от 4 до 7 тысяч человек. И это несмотря на то, что власти региона предприняли все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы размыть, заболтать и дискредитировать этот протест. У нас свой микрофон. К сожалению, видите, что администрация препятствует проведению законного, мирного схода, поэтому мы подготовились, взяли свой микрофон на всякий случай. Даже на сам сход явились представители власти всех рангов, начиная от главы района и заканчивая аж вице-премьером правительства Республики Башкортостан, и попытались каким-то образом это все мероприятие дискредитировать. Начали с того, что они предложили назвать это мероприятие собранием, а не сходом граждан, что было с гневом отвержено собравшимся, потому что они понимали, что юридические решения собрания граждан не значат ничего. И вообще, что такое собрание это? Собрались, значит, налили, выпили и закусили. А сход граждан это все-таки, как-никак, юридически оформленное явление. Субтитры создавал DimaTorzok Как председатель инициативной группы, данный сход нужно будет проголосовать. Все должно быть по регламенту. Сейчас мы все проголосуем, что это будет сход граждан, а не собрание. Потому что мы законно давали уведомление в администрацию на проведение гражданского схода. В общем, послали далеко по известному адресу вот этих инициаторов такого мероприятия и такого переименования. Далее на сцену к микрофону попытался выйти и вышел, в общем-то, глава Баймакского района господин Аминев, которого ну попросту просто не слушали. Вот его реально просто не слушали. И даже когда после этого самого Аминева к микрофону вышел аж целый вице-премьер правительства Азамат Абдрахманов, так того и вовсе освистали. Далее на сцену к микрофону вышел аж целый вице-премьер правительства Азамат Абдрахманов и так далее. Гаринк не мая, там мы благословим людей. Глава администрации Шамбайского района, который сейчас, с которого назначили... Тишина! 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 Вот как в дешевых комедиях его освистали, кричали ему «Уходи!», «Куштау не забыли!» и так далее, и так далее. Этот самый Азаматка принимал какие-то совершенно комические позы. Он широко расставлял ноги настолько, что у него трещали штаны, ну, как говорят, присутствовавшие на мероприятии. Он воздевал руки к небу и, в общем, выпячивал вперед живот. Зачем-то, я не понимаю, то есть, кого он там пытался живописать, то ли Кинг-Конга, то ли Супермена. В общем, все это было одновременно и смешно, и постыдно. Его освистали и изгнали вообще от этого микрофона. И, в общем-то, избавившись от представителей власти у микрофона, собравшиеся достаточно подробно и длительно, два с половиной часа, обсуждали ситуацию, сложившуюся с разработкой полезных ископаемых и золотодобычей в районе хребта Ирондык в Заурале. Пришли к совершенно обоснованному выводу, что верить властям в их заверениях, в их обещаниях точно нельзя. Особенно нельзя верить вот такой концепции, что мы сейчас тут сделаем геологоразведочку, все разведаем, но ничего добывать потом не будем. Вы уж нам поверьте. Сейчас забронировано здесь, это сообщение у меня здесь, вот голосовое, забронировано в санатории Толкас для этих, для вот этих геологоразведки 20 койко-мест. Понимаете? Поэтому, поэтому мы должны четко сейчас принять решение, чтобы правоохранительные органы, администрация республики поняла, что мы против всякого рода разработок здесь. Зачем нам знать, что там лежит, если эта гора нас поет и кормит? Да! Естественно, люди пришли к выводу, что верить вот в это не на йоту нельзя. Завершили сход граждан обращением к Владимиру Путину, к генпрокурору Российской Федерации и руководителю Следственного комитета Российской Федерации, что характерно с требованием расследовать деятельность региональных республиканских властей в части разработки полезных ископаемых. В случае выявления каких-то преступлений наказать виновных, а также с предложением признать территорию Ириндыкского хребта особо охраняемой территорией и с последующим запретом всяческой добычи полезных ископаемых на этой территории. Мы, многоциональный народ Башкортостана, не дадим коммерческим компаниям вести разведку и разработку наших земель, не дадим жемчужину края, гору Ириндык на растерзание частным компаниям. Собственно, что меня восхищает в этой ситуации? Меня лично восхищает то, что жители небольшого, отдаленного от центра региона села Темясово оказались способны на подобное масштабное объединение в защите своих собственных интересов. Знаете ли, это сейчас в Российской Федерации большая редкость. То есть у нас тут больше трех-то не собираются, а 7 тысяч человек, собирающихся вот просто в деревне, это какой-то феномен. Это значит, людей довели до края. Второе, что меня особенно восхитило, это что люди уже конкретно сформулировали свое недоверие лично Хабирову и всей его команде. Вот этого вот азаматку, которого обсмеяли, обсвистали и выгнали от микрофона аж целого вице-премьера правительства. Вот это вот характерное действие. Собственно, что мы ждем и что случится дальше? Ну, я нисколько не сомневаюсь, что власти республики, там, устами какого-нибудь Шамиля Валеева или еще каких-нибудь верноподданных будут сейчас всячески очернять, осквернять и дискредитировать и самих протестантов, и их лидеров. Это безусловно. И саму суть протеста начнут извращать и так далее, и так далее. Но, собственно, как это и было ранее, но остается надежда на то, что люди действительно уже осознали глубину падения нравственного и морального падения властей республики Башкортостан. Они осознали, что ничего святого и ничего родного у них для власть придержащих в республике точно уже не осталось, и рассчитывать на их там разумность точно не приходится. Вот на это стоит рассчитывать. Я призываю жителей Зауралия, которые выступили с этим протестом, не обращать внимания на всяких Шамилей Валеевых и прочих злопыхателей, которые сейчас же всех обвинят в терроризме, экстремизме и прочих грехах, вплоть до тайного поедания палестинских младенцев. Не обращайте внимания. Стоите на своем. Люди потребовали то, что им гарантировано Конституцией. Благополучное, безопасное проживание там, где они проживают. Вот всего, чего они хотят. Так что, ну, будем наблюдать, будем надеяться, что из этого протеста вылупится, в конце концов, какой-то результат, и, ну, люди получат то, чего они хотели. Многонациональный народ Российской Федерации! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Ещё раз. Давайте так. Мы здесь власть по Конституции Российской Федерации. Это всем ясно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова